В 90-е годы ВЗУ номер 9 в Горках-десятых принадлежал тогда еще Союзному Совету Министров. Затем долгое время находился в ведении Звенигорода. 25 лет здесь практически ничего не делалось. Только в 2014 году водозабор перешел в собственность Одинцовского района. Всего лишь год назад Андрей Робич Иванов договаривался с мэром города Звенигорода. Этот объект был передан в муниципальную собственность сельского поселения Успенская. И уже Советом депутатов была принята программа «Чистая вода» сельского поселения. Выделены денежные средства. И вот результат этой работы уже перед вами. Мы находимся на отремонтированном водозаборном узле с установленной станцией безжелезования. Предельно допустимое содержание железа в исходной воде здесь в два раза выше нормы. Проблема характерна для всего Запада Подмосковья, где источниками служат артезианские скважины Подольско-Мечковского водоносного горизонта. После реконструкции ВЗУ железа в воде уже нет. Вопрос очень злободневный. Безусловно, это ключевой, наверное, проблемой является в обеспечении жителей чистой водой. Одинцовский район является заложником этой ситуации. У нас действительно очень высокое содержание железа во всех источниках воды, которые расположены на территории района. И с этими жалобами жителей мы регулярно сталкиваемся. Надо сказать, что сегодняшнее ВЗУ, которое мы открываем, одно из объектов в цепочке, которое мы в течение года уже реализовали. Очень много станций безжелезования открыто в текущем, 15-м году. Не бывало по сравнению с предыдущими периодами. Такие же планы есть у нас и на год наступающий. В этом смысле мы очень поступательно движемся в идеологии программы губернатора нашей Подмосковьи в качестве подпрограммы «Чистая вода». Открывать водозабор после реконструкции в Горке-10 приехал министр областного ЖКХ Евгений Хромушин. Это еще одно подтверждение того, что подмосковное правительство уделяет чистоте питьевой воды повышенное внимание. Причем высокий гость не только запустил объект, но и проверил его работу, что называется, на себе. Здорово. Прощай, прощай всех хозяев. Отличная чистая вода. Данная технология очистки уже хорошо отработана и не требует каких-то специальных реагентов. Еще планируется в течение этого года два водозаборных узла ввести в Одинцовском районе и также большие планы на 2016 год. Наша задача, как вы знаете, чтобы в конце 2017 года более 95% жителей Московской области были обеспечены чистой питьевой водой. В городских поселениях для нас эта цифра 100%. Все городские поселения у нас должны быть обеспечены чистой питьевой водой к 2017 году. Важным моментом областной программы «Чистая вода» является то, что она реализуется в первую очередь за счет бюджетных средств самих муниципалитетов. В Успенском речь идет о 16 миллионах рублей, которые пошли и на самооборудование, и на прокладку новых водоводов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.